Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. На площади Куйбышева в Самаре прошел традиционный парад памяти. В нем приняли участие более семи с половиной тысяч человек. Он прошел всю войну, а сегодня отмечает 101 год со дня рождения. Исполняющий обязанности главы города Иван Носков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Льва Семеновича Ануфриева. Командный дух и знание истории. В Самаре прошел финальный этап квеста Куйбышев 41-45. В Самаре модернизировали три трамвая. Кроме того, в рейсе скоро выйдет 71 новый вагон. Удобны ли они для маломобильных граждан, проверила специальная комиссия. 7 ноября сегодня в Самаре состоялось долгожданное событие. Прошел парад памяти. Перед этим полпред Игорь Комаров, губернатор Вячеслав Федорищев, исполняющий обязанности главы города Иван Носков, депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие почетные гости возложили цветы к монументу памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Традиция зародилась 14 лет назад. Мемориал, посвященный событиям в Куйбышеве, появился в ноябре 2011 года. Тогда же в первый раз было принято решение проводить парад памяти. Возложение цветов к этому памятнику истории – неотъемлемая часть одной из главных масштабных патриотических акций в России. Парад памяти в этом году прошел под девизом «Наша семья, наша победа». По площади Куйбышева единым маршем прошли 125 расчетов, более 7,5 тысяч человек – сотрудники силовых структур, юноармейцы, кадеты, воспитанники патриотических клубов. За ними с трибун наблюдали герои прошлого и настоящего. Свидетелями парада стала и наша съемочная группа. По традиции парад памяти открывают расчеты в форме времен Великой Отечественной войны. Именно в такой одежде 83 года назад здесь стояли части Красной Армии. 65-я и 239-я стрелковые дивизии – моряки Краснознаменной Амурской флотилии. А летчики готовились к авиационному показу. Тогда, в ноябре 1941-го, по площади маршировали и сразу уходили на фронт более 25 тысяч бойцов. С этой площади, в далеком 1941 году, наши деды и прадеды уходили на фронт защищать родину. Многие из них прошли долгий путь, освободив от захватчиков родную землю и порабощенные страны Европы. Многие погибли в боях и дожившие великие победы. Их отвага, верность долгу и родине – пример для нас в служении Отечеству. И, безусловно, образец для подражания и патриотического воспитания молодежи. Вслед за пешим расчетом проехала восстановленная техника – мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили и танки. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. А сразу после исторической части на площадь вышли солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, юнормейцы, члены военно-патриотических клубов. Всего 125 расчетов, более 7,5 тысяч человек. В Самару приехали представители всех регионов России. Некоторые приехали на парад впервые. Мы едины в своем стремлении сохранить священную память о героизме, мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм в прошлое. И едины в стремлении поддержать тех, кто вновь вынужден бороться с фашизмом уже в 21 веке. Парад памяти дает возможность каждому из нас почувствовать самая частность подвигу старшего поколения. Испытать подлинную гордость за наш народ, за нашу великую страну. Центральной темой парада памяти в этом году стал год семьи. Наша семья – наша победа. Под таким девизом проходили все мероприятия международной патриотической акции. Парад памяти – это пример преемственности поколений, защитников нашей Родины. Он проникнут духом мужества и неизгибаемой боли защитников Отечества. И наш долг – сохранить память. Среди гостей парада участники СВО и их семьи, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, которые тогда ковали победу в тылу. Вероника Сидоршина в этом году отметила столетний юбилей и мечтала посетить парад. Воспоминания о Дне Победы до сих пор греют ее душу. Мы были на заводе, и вдруг объявляется конец войны. Все выскочили от завода и бежали. Куда бежали, никто не знал. Завод был на горке. С горки бежали. Все плачут. Все плачут. Бросаются друг к другу. Незнакомые. И целуют друг друга. Ветерана поздравили полпред Игорь Комаров, губернатор Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он пожелал здоровья Веронике Серафимовне и отметил, что парад памяти – это одна из важнейших традиций в городе. Важно приучать любить свой, дивный знать его. Важно понять, что такое знамя, его ценность, понимать, что такое дисциплина. Это же мы видим только финальную часть. А сколько было времени подготовки, а сколько было времени тренировок. И не только на площади. И они нам сегодня показали результат, и они им гордятся своим результатом. Это важно. Завершился парад памяти, как и в 1941 году – демонстрации трудящихся. В колонии по площади прошли представители самых крупных промышленных предприятий Самарской области. Также на площади развернули несколько патриотических площадок. Гости праздника могли посетить музейные экспозиции, поближе рассмотреть трофейную технику стран НАТО и технику времен Великой Отечественной войны, а также попробовать полевую кухню. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События. София Клейменко – студентка Самарского государственного медицинского университета. Она впервые приняла участие в параде памяти. Я очень впечатлена, потому что очень масштабно. Столько представителей и также техники военной. Очень-очень возникает чувство патриотизма. Мне очень понравилось в целом. Александр Боровский и Владислав Коваленко приехали из города Энгельс, чтобы принять участие в параде памяти. Мы участвуем не первый раз. Стараемся поддерживать коллег. Это очень важно всегда в плане испытаний молодежи, чтобы помнили, чтобы не забывали. Эмоции позитивные. Тоже участвуем не первый раз. Катаемся. Показываем патриотизм. И боремся. Как можем. Среди участников парада оказалась Анна Гуляева. Девушка-кадет с гордостью рассказывает, не первый год марширует на главной площади города. Я участвую уже не первый раз. И очень довольна данным мероприятием. Оно поднимает патриотический дух у всех участников, да и не только участников, даже у зрителей. В общем, я очень довольна парадом. Даже погода не смогла испортить эмоции, которые я получила от этого. А вот Павел Алакаев, студент военного учебного центра имени Героя Советского Союза, генерал Губанова, в этом году впервые принял участие в параде памяти. Нужно все-таки отдать должное предкам. Но мы все максимально отстояли, не жаловались, потому что люди тогда шли сразу на фронт. А благодаря нашей армии сегодняшней мы можем с мирным небом здесь над головой стоять и отдавать уважение тем ребятам, кто тогда в 41-м шел. В столице региона завершилась управленческая сессия для руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества». Основным вопросом для обсуждения стало комплексное сопровождение и поддержка ветеранов СВО и их семей. Об итогах управленческой сессии расскажет Полина Челюкова. В Самаре завершилась управленческая сессия для руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества». Напомним, что с 5 по 7 ноября в столице региона собрались более 300 человек со всей страны, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками. Финальный день, на котором подвели итоги сессии, завершился совещанием-семинаром с почетными гостями, в том числе и статс-секретарем, заместителем министра обороны Российской Федерации, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Она отмечает, за год становления фонда решены 1 миллион 660 тысяч вопросов. Моя задача как руководителя сделать так, чтобы моя команда не перегорела, чтобы у них хватало сил и себя держать в состоянии ресурсном и оказывать помощь тем, кто к нам приходит. Поэтому мы сейчас убедились, что это действительно единая, общая, сплоченная, профессиональная команда, которая поедет сейчас каждый в огромной нашей стране по своим субъектам и начнет реализовывать уже вот эти знания, вот эту информацию, которую получили здесь, уже в своих региональных подразделениях для того, чтобы нам расширять наши профессиональные качества. На заседании наградили руководителей фонда за их непростую и очень важную работу. Естественно, были люди, которые самые добрые, самые выдержанные, самые сильные. И поэтому, в частности, видели хорошую практику в части трудоустройства, потому что мы в наших ребятах, военнослужащих, видим не только наших защитников, но и еще и тех людей, которые будут двигать и развивать многие отрасли и направления развития нашей страны в дальнейшем. Мы видим, что действительно за время работы фонда в привозке федерального филиала более 150 тысяч людей обратились в эти фонды и выделились на около 300 тысяч вопросов. Это, конечно, показывает масштабную работу. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также отметил, что с января 2025 года в каждом крупнонаселенном городе заработают центры трудоустройств участников СВО и ветеранов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. В Самаре полностью модернизировали три трамвая, поменяли оснащение салона, двигатель и проводку. Кроме того, на дороге города скоро выйдут новые вагоны, всего их 71. Удобны ли они для маломобильных граждан, проверила специальная комиссия. Подробности у наших корреспондентов. Ольга Зубова передвигается на инвалидной коляске уже 10 лет. Причиной инвалидности стало хроническое заболевание. Ольга считает, что колясочникам, как и другим людям, важно бывать на улице, дышать свежим воздухом, общаться. По этой причине придает особое значение созданию комфортных условий для инвалидов, в том числе в общественном транспорте. Ольга приняла участие в тестировании новых трамваев, которые закупили в 2022 году, а также вагонов «Татра», которые недавно вернулись в ТТУ. Оснащение и возможности оценивали в Северном депо. Самое главное, чтобы зайти можно было в трамвай. И главное, чтобы водитель был адекватный, чтобы он мог помочь немножечко хотя бы подняться, спуститься. А так, вполне комфортный вагон, нормально все, все хорошо. Старые трамваи, пока три единицы, обновили полностью. Отремонтировали салоны, заменили двигатели, проводку и другую начинку. Не забыли и о маломобильном населении. Сделали откидную аппарель в специальные места, где можно пристегнуться ремнем безопасности и связаться с водителем при помощи кнопки. Замечательно, что у нас появилась возможность отремонтировать старые трамваи. Попасть в такой трамвай вполне возможно. Если будут еще адекватные пассажиры рядом, то можно даже без аппарели сесть в трамвай. Люди помогут. И самое главное, внутри комфортно себя чувствовать. Обозначили и недочеты. Представители ТТУ внимательно выслушали все пожелания. Их учтут при обновлении следующих вагонов. Обязательно обратим внимание завода, который занимается ремонтом, на то, чтобы аппарель была менее скользящая, что инвалидным колясочкам не совсем удобно, мешает эта петля, которая открывает аппарель. Ну, обозначим проблему. Я думаю, люди поправят. Также представители ассоциации «Десница» отметили, что при входе в трамвай не помешали бы дополнительные поручни. В дальнейшем, в ходе переоснащения старых «Татр» предлагают рассмотреть возможность оборудования вагонов более длинной аппарелью. Умельцы ТТУ над этим подумают. Если это не грозит изменениям конструктивных вагонов и не повлияет на в целом безопасность перевозок, то я думаю, что умельцы ТТУ с этим справятся. Поэтому они, безусловно, посмотрят, насколько возможно изменить эту аппарель, та, которая уже есть в этих трех вагонах, которые на сегодняшний день у нас есть в распоряжении. В противном случае придется внести корректировки в техническое задание. Эти вопросы связаны с гарантийными обязательствами завода. Руководство профильного департамента подчеркивает, о потребностях маломобильных пассажиров никогда не забывают. Многие вопросы учтены при заказе новых отечественных вагонов «Львенок». Заключен договор на поставку 71-го односекционного трамвая. 40 единиц ожидаются в 2025 году, а 31 единица – в 2026. Поставки ожидаются в феврале следующего года. А до конца этого года прибудут три новых трехсекционных трамвайных поезда. Ранее на линию вывели 12 трамваев, закупленных в 2022 году. Также обновлено около трех с половиной километров одиночного трамвайного пути на улице Новосадовой. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Поздним вечером в среду в Самаре на улице Каховской недалеко от торгового центра автомобиль «Лада Нива» свалился в яму. Место провала было ограждено специальными знаками и лентами, указывающими на ведение ремонтных работ. Однако это не помогло автомобилисту избежать неприятностей. Позже в социальных сетях появились кадры спасения автомобиля. Эвакуатор успешно справился с задачей. Водитель не пострадал. В октябре в Самаре стоимость квадратного метра в новостройках достигла 116 тысяч рублей. Это на 2,7% больше, чем в сентябре, сообщил сервис по поиску квартир. Средняя стоимость жилья в строящемся доме составляет 6,2 миллиона рублей, а средняя площадь – 53 квадратных метра. Помимо этого, средняя цена квадратного метра в новостройках в крупнейших городах России составила 171 тысячу рублей, а объем предложений сократился на 4%. В октябре городами с самой высокой медианной ценой на недвижимость традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. В соседнем от Самарской области регионе в Татарстане обнаружили вирус Коксаки. Симптомы разнообразные. От отсутствия каких-либо признаков доли хорадки, головных и мышечных болей, тошноты и боли в животе и в горле. Пациенты с подозрением на заражение этим вирусом также есть в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Владимирской, Брянской, Калужской и Ижевской области. Роспотребнадзор напоминает о необходимости мыть руки после посещения общественных мест, пить только бутилированную воду, мыть фрукты и овощи. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру 8 800 555 49 43. Участников СВО освободят от уплаты исполнительского сбора. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении. Теперь на законодательном уровне установили мораторий на судебное рассмотрение дела о взыскании долгов с участников спецопераций. Однако ранее эта мера не распространялась на исполнительский сбор, который возникает при несвоевременном погашении задолженности. Его размер составляет 7% от суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества. Изменения в законодательстве устранят этот пробел. Полузащитника крыльев советов Игоря Дмитриева вызвали в молодежную сборную России Ю-21. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского клуба. В ноябре футболист будет готовиться к играм вместе с командой в Бразилии. 14 ноября состоится матч со сборной «Флуминенце» Ю-21, 16 ноября с «Батафога» Ю-23, а 18 ноября с основным составом «Сан-Креставана». Подготовка пройдет в Новогорске с 9 по 11 ноября, после чего команда отправится в Рио-де-Жанейро. 7 ноября свой 101-й день рождения отметил Лев Семенович Ануфриев. С достижением такого почтенного возраста ветерана войны и отличника здравоохранения поздравил исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Подробности в нашем сюжете. Лев Семенович Ануфриев сегодня почти не выпускает телефон из рук. Повод солидный. Мужчина отмечает 101-й день рождения и принимает поздравления. Признается, несмотря на то, что живет уже больше века, самочувствие отличное. Знаете, как новорожденный молодец себя чувствует, но получше немного. В годы Великой Отечественной войны Лев Семенович был командиром пулеметной роты, а День Победы встретил на территории современной Калининградской области. Затем завершил медицинскую академию и работал патологоанатомом. А в 1971 году приехал в Куйбышев, став одним из самых квалифицированных и опытных в своей профессии. Работать закончил в 2007 году, но до сих пор поддерживает связь с коллегами из онкодиспансера. С товарищами, друзьями в онкоцентре до сих пор связь не прекращать, потому что они ко мне очень хорошо относятся, я к ним хорошо отношусь. Там мои ученики остались, возглавляют это патологоанатомическое отделение. Пришел поздравить почетного ветерана и исполняющего обязанности главы города Иван Носков. Лев Семенович, несмотря на перенесенный перелом ноги этой весной, гостей все равно встречает стоя. От всей души вас поздравляю с днем рождения, от лица губернатора, от жителей Самары, себя тоже лично. Иван Носков вручил подарок Льву Семеновичу, пообщался с ним и пожелал здоровья, благополучия, а также встретить следующую юбилейную дату – 105 лет. Андрей Грагуленко, Константин Головин. События. В школе номер 3 прошел урок мужества для 11-ти классников. Его провел участник специальной военной операции Олег Бородин. Наша съемочная группа побывала на этом уроке. Житель Самары Олег Бородин работал учителем ОБЖ в школе номер 3. Когда началась специальная военная операция, принял решение пойти за ленточку, чтобы защитить родину. Уже в мае 2023 года подписал контракт и отправился в Луганскую область, где пробыл до марта 2024 года. Рассказывает, ушел на СВО, чтобы отдать долг родине, поскольку уверен, что именно так и должен поступать настоящий мужчина. Я и учил этому детей, и доносил это до них. И, может быть, своим примером, вот этим поколением, я мог бы показать то, что в любом возрасте, даже за 50 лет, можно подняться, пойти оказать какую-то посильную помощь. И тем самым все-таки сохранить то государство, которое есть. Участник специальной военной операции Олег Бородин провел урок мужества для 11-ти классников, на котором рассказал о своем опыте военной службы и о том, как важно защищать родину. У меня самой мамы участник Великой Отечественной войны. И я тоже помню, когда она приходила в школу и приглашали, когда я училась, какие эмоции у детей были и внимательно слушались, всегда задавали интересные вопросы. И вот люди такого плана, они всегда являются примером для всех. В школе номер три регулярно проходят открытые уроки с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Классные встречи». Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Командный дух и знание истории. В Самаре прошел финальный этап квеста. Куйбышев 41-45. Девять лучших команд соревновали за звание победителя. Как прошла интерактивная игра, расскажет Елизавета Прокопенкова. Федор Козлов учится в девятом классе. Недавно вступил в ряды юнормейцев. Рассказывает, что в движении больше всего нравится военная подготовка, возможность научиться собирать и разбирать автоматы, а также участвовать в разных конкурсах и викторинах. В этот раз Федор вместе со школьными друзьями отвечал на вопросы квеста «Куйбышев 41-45». Ребята представили команду Октябрьского района. Было такое предложение сходить на район. Ну мы думаем, ну попробуйте, что нам стоит. Заняли первое место. Не ожидали, конечно, приятно. Вот сегодня на городе. Куйбышев 41-45 – интерактивная игра, которая проводится каждый год в преддверии парада памяти. Сначала школьники показывают свои знания на районном этапе, а потом на городском. В финал прошли девять лучших команд от районов города. 115 команд участвовало в предварительном отборе. 115. А победили вы. Поздравляю вас с этим уже. Вы уже победите. Игра создана для учеников седьмых-девятых классов. За интеллектуальной борьбой следили члены жюри. Ребята с большим удовольствием в этом участвуют. Здесь командный дух. Здесь есть и капитаны. Ребятам тоже приятно. Вот такие встречи, где мы не только депутаты встречаемся на вопросах, связанных с проблематикой ЖКХ, но и вот на таких очень знаковых событиях. Абсолютным победителем стала команда Советского района. По окончанию викторины участникам провели экскурсию по экспозициям исторического парка «Россия. Моя история». Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. На Землю передали самые четкие фотографии Юпитера. В октябре космический аппарат Юнона завершил свой последний 66-й облет планеты, после чего отправил финальную серию фотографий. Снимки были сделаны на двухмегапиксельную камеру. На одном из них запечатлены хаотические облака и циклонические штормы при полярных широтах Юпитера. Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера, а Мальтея, диаметр которой составляет 83 километра. Юнона была запущена в 2011 году на орбиту планеты. Она вышла в 2016, преодолев более 2,5 миллиардов километров. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров вручил медаль «Золотая звезда» родственникам Андрея Колпакова, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Андрей Колпаков ценой собственной жизни спас товарищей, укрыв их собой и защитив от ракетного удара. На церемонии была вся семья военнослужащего. Мать, отец, супруга, трое детей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил семье слова благодарности. Всего с 92-го года в Приволжском федеральном округе почти 300 человек были удостоены звания Героя Российской Федерации. С наступлением холодов на дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность, информирует телеграм-канал Ленинского района. Чтобы избежать падений и травм, необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности. МЧС России рекомендует передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Выходить из дома заблаговременно, не торопиться, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать их в карманах. А водителям соблюдать скоростной режим. 23 и 24 ноября в выставочном центре «Экспо Волга» состоится выставка «Животных друг человека», сообщает администрация Железнодорожного района. В рамках фестиваля проведут конкурсы и соревнования на спортивной площадке. Квиз, детективный квест, соревнования по кинологическому спорту и другие активности. Будет работать большая детская площадка и маркет. Желающие смогут забрать понравившегося котика или собаку домой. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова